Полно вам, люди, с себя сквернять Недозволенной пищей, о виде. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Доброго здоровьица! В эфире программа «Целебная кулинария». Сегодня я решил сделать мясное блюдо, мясные котлетки. У нас с вами есть кусочек мяса, это у нас как раз говядина. Сейчас я ее помою, но прежде чем я ее помою, естественно, надо ее помыть, как размораживать. Вот мне знатоки подсказали, что размораживать мясо лучше всего, заранее выложив его, ну, хотя бы сюда, на тарелочку, и подержав на прикомнатной температуре, ну, примерно часа три, а то еще больше, смотря как вы его заморозили. Если же вы будете его размораживать в теплой воде или просто залив водой, то что получается? Получается, что часть полезных веществ просто-напросто по закону осмоса перейдет в воду. Поэтому так поступать не следует. Итак, я мою мясо, хорошенько его промываю, оно уже разморозилось полностью. Вот, выкладываю сюда. Теперь я его разрезаю, смотрю, чтобы не было никаких твердых образований, то есть ни костей, которые могут повредить мясорубку, ни каких-то там хрящей, хотя, говорят, если хрящики есть, то мясо будет более такое жирненькое. Вот, это у нас какая-то твердая часть, ее можно обрезать. Я ее обрезаю, выбрасываю, так, смотрим. Этот тоже лишний мы обрежем. Вот так вот. Вот, все, у нас кусочек мяса, без всяких твердых прожилок и без ничего. Я его нарезаю, чтобы удобно было прокрутить через мясорубку. Вот. Когда я еще буду готовить фарш, то обязательно сюда добавлю чесночка. Кстати, как раз я сюда и добавлю чесночка. На вот эту порцию всего лишь на все у нас уйдет 2 зубка чесночка. Поэтому мы чесночок освобождаем от шелухи. Она нам не нужна. Так. Ох, сразу чесночный дух пошел. Кстати, чесночок в котлетке нашей будет способствовать тому, что он придаст вкус. И будет способствовать лучшему перевариванию мяса. Будут лучше выделяться желудочно-кишечные соки. Возрастет пищеварительный огонь. А чеснок его как раз и разжигает. Вот, сюда его положим. И у нас получится вкусное и полезное блюдо. Так, еще мы сюда добавим и лучка. Лучка примерно около половины. И для того, чтобы все у нас соединилось, мы еще будем добавлять одно яйцо. Это уже для того, чтобы котлетки у нас не распадались. Итак, чесночок готов, мясо готово. Теперь делаем лучок. Для лучка я использую совершенно иной ножик. И другую разделочную доску. Чтоб все было у нас по науке. Разрезаем. Очищаем. Лук также будет давать свои вещества, которые будут способствовать пищеварению, разжигать пищеварительный огонь. И, кстати, если имеются там какие-то, ну, в мясо паразиты, то жгучие свойства лука и чеснока их в какой-то мере уничтожат. А остальное, что должно доделать, термическая обработка. Это важно помнить, чтобы мы, съев котлетку, получили только полезные ее свойства. И ничего лишнего. Нарезаю. Лучок полез мне сразу в глаза. Берегите пальцы, когда начнете слезиться. И начнем у нас. Включаем. Так. Так, 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 так. Ага, вот. Включили. Берем порцию лучка. Берем мясо. Теперь лучок сюда заправляем. Теперь еще порцию мяса. Еще лучка. Так, нарезаем чесночок. Вот. Чесночка бросаем. Еще одну порцию мяса. И включаем. Вперед! И вы как раз видите, вот пошел хлебный фаршик. Все у нас перемололось. Теперь мы сюда добавляем яйцо. Лишнее убираем. Берем яичечко. Конечно, очень желательно, вот мы сделали с вами фаршик. В него бы еще перемолоть проросшей пшеницы. Ну, примерно, хотя бы половину по отношению к мясу. И вымесить. У нас бы получились очень такие интересные бы котлеты, которые еще бы содержали витамины группы В. И такое мясо еще лучше бы переварилось. Итак, мы сюда вбиваем яйцо. Вот. Все это хорошенечко вымешиваем. Для этого ручки наши должны быть чистенькие. У меня руки чистые, я заранее все помыл. И начинаем все это соединять. Так, соединяем, соединяем, соединяем. Вот у нас получается вот такая масса. Масса получилась. Для того, чтобы она была, ну, не такая жидкая, как у меня, можно, естественно, добавить различные там сухарики. Вот. Либо, как я говорил, проросшую пшеничку. Тогда она уже будет более такой твердой. Но, тем не менее, с нее можно делать котлеты. И мы с вами теперь должны нагреть сковородочку. Плиточка у нас вот она. Мы сюда добавляем масло. Кстати, масло надо брать такое рафинированное. Почему? Потому что, если оно не рафинированное, вот эти все вещества начнут в сковороде гореть и образовывают канцерогенные вещества. А они нам не нужны. Поэтому для приготовления, особенно для жарки, мы выбираем очищенное масло. Добавляем маслица. Вот. Включаем плитку. Что касается фарша, то фарш должен иметь, ну, такую консистенцию теста. Почему? Если он будет слишком жидкий, то неудобно и котлеты лепить, и он просто-напросто у нас будет, ну, котлеты не будут держать форму. Итак, у нас все это нагревается. Смотрю. Вот. Мы начинаем делать котлетки. Значит, берем и сначала лепим, смотрите, шарик. Вот мы с вами вылепили шарик. Теперь мы его просто-напросто вот так вот приплюснули. Края у нас должны быть ровненькие. Толщина котлетки нашей должна быть не более полутора сантиметров. А лучше всего сантиметр. Почему? Да для того, чтобы все у нас пропеклось, как снаружи, так и внутри. И аккуратненько выкладываем нашу котлетку. Берем опять. Формируем шарик. Смотрите, вот у нас шарик получился. Теперь его разравниваем. Смотрите, края у нас ровненькие. И аккуратненько выкладываем. Вот. Итак, поступаем дальше. Шарик. Делаем котлетку, формируем. Аккуратненько у нас как раз края. И выкладываем на сковородочку. Вот. И осталось еще у нас на одну котлетку. Старайтесь, чтобы шарики у вас были одинаковые. Поэтому большую не надо котлету делать. Делайте ее нормально. Смотрите, шарик у нас получился нормальненьким. Приплюснули его. И на сковородочку выложили. Обязательно закрываем крышкой и поджариваем, чтобы у нас появилась корочка. Маслица закипела. И я думаю, что можно уже будет и переворачивать. Для того, чтобы правильно приготовились наши котлетки, очень важно сделать следующее. То есть тестировать процесс приготовления. Для этого мы с вами обязательно накрываем крышкой сковородку. Почему? Потому, чтобы у нас котлеты не были сухими. Потому, что если они жарятся без крышки, они получаются такими суховатыми. А для того, чтобы узнать, прожарились они или нет, мы с вами поднимаем крышечку. И вот так вот ножом смотрим. Ага, вткнули. В середине мясо у нас еще не прожарилось. Итак, мы с вами теперь переворачиваем наши котлетки. Вот, можно взять две лопатки такие. И аккуратненько их перевернуть. Опа! Так, теперь мы переворачиваем вот так. Вот, начинающие повара. Абах! Корочка у нас хорошая получилась. Так. Накрываем. Для того, чтобы котлетки не горели, я вообще убавил огонь. Потому, что там масла разогрелось достаточно. И подождем еще. Котлетки наши приготовились. И настало время пробовать. Огонь потушен, мы берем аккуратненько одну котлетку, другую котлетку. Вот. И пробуем. Значит, вилочкой. Вот, смотрим. Все у нас внутри. Ничего сырого нет. Все у нас сварилось. На вкус. Итак, я попробовал. Наши котлетки готовы. Их только для вкуса надо посолить. Добавить горчички. И кушать с салатом. Лучший гарнир для мяса. Все у нас полностью усвоится. И великолепно переварится. Никаких жиров на боках откладываться не будет. И делаем салат. Вытрем еще. Огурчики лучше всего почистить, если они слишком старые. И такие вот имеют грубую корку. Очищаем. И наше блюдо, которое я сейчас приготовил, лучше всего использовать тем, кто довольно-таки тяжело трудится. Много тратить энергии. Особенно спортсменам. Делайте котлетки. Меньше различных наполнителей. Больше должно быть мяса там. А чтобы оно лучше усвоилось, используем салат в качестве гарнира. И получается сытное, полезное блюдо. Которое способствует кроветворению. Которое будет нормально перевариваться. И главное еще и выводиться. Потому что если человек употребляет только мясо, от мяса, к сожалению, бывают запоры. Чтобы этого не было, всегда мясо кушайте с овощами. Оно лучше переваривается и даст нам максимум пользы. Если вы хотите быть более стройным, для этого используйте все-таки говядину или телятину. Мясо получается не такое жирное, как от свинины. Вот. И будет лучше перевариваться. Легче, вернее, перевариваться. И никаких осложнений не будет. Если вы хотите более что-то вкусное, особенно, знаете, в холодное время года, более такое питательное, жирное, то используйте тогда свинину. Свинина, она более нежная, но там гораздо больше жира, нежели в говядине. И имеется риск поправиться. Поэтому выбирайте мясо. Можно, конечно, еще использовать и баранину, котлетки из баранины. Можно еще использовать котлетки и куриные. Тоже это очень интересная вещь. Вот. Но это уже, так сказать, диетическое мясо. И, кстати, вот наши котлетки будут очень способствовать кроветворению еще к тому же. Поэтому можно использовать как кроветворное средство. Дающее силу из дожувина. Теперь немножечко лучка сюда. Много нам лука не надо. Но все-таки. Так. Все это мы вылаживаем. Теперь добавляем масло. Масло добавляйте немножечко. Вот. Солите морской солью. И у нас все будет готово. Морская соль у нас вот она. Посолили. У кого отеки, особо солью не увлекайтесь. Теперь все это мы с вами перемешиваем. Вот. И у нас получаются котлетки. Вот так. Раз, 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 так. Так. Итак, наши котлетки готовы. Салатик готов. И мы сейчас скушаем это полезное блюдо. И получим от него только пользу. Так что рекомендую. До новых встреч. Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. Пишите нам. Присылайте свои рецепты. Рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была целебная кулинария. До новых встреч. Со второй половины 2010 года я самостоятельно издаю интернет-газету «Малахо.Про». Ее главная цель – помочь всем желающим в освоении здорового образа жизни. Здесь теория и практика самоздоровления, обсуждение и разбор народных методов лечения, ответы на вопросы и многое-многое важное, полезное и нужное. В заключении замечу, сейчас куча врачей, больниц, лекарств, а люди стали болеть еще больше, если не сказать повально. И все из-за того, что ничего не хотят знать о собственном здоровье, как его сохранять с помощью простых, общедоступных методов. А в интернет-газете «Малахо.Про» об этом рассказываю я простым и понятным языком. Доброго вам здоровья! Я работаю на двух сайтах – генеша.ру и «Малахо.Про». Последний сайт «Малахо.Про» полностью мой. Здесь имеется библиотека моих книг. Выставлено более тысячи статей для бесплатного чтения по ведению здорового образа жизни. Здесь вы можете подписаться на мою интернет-газету «Малахо.Про», которую я сам регулярно издаю со второй половины 2010 года. Здесь же находятся и видео моих лекций, передачи «Целебная кулинария». Все это для вас. Заходите, смотрите, пользуйтесь!